Приветствую каждого игрока от Овощи за Статисты на моем канале, с вами Завт, и сегодня мы будем обсуждать 5 танков, которые у нас апнут в обновлении 10.9. Как вы помните, разработчики не столь давно проводили какой-то опрос, в котором было несколько машин, по-моему там их было 8, вот, среди этих 8 машин мы выбирали самые худшие, которые на наш взгляд требуют наибольшего апа, победили там Лека ПЗ и ФПЦМ 50 тонн, но разработчики догадались, что ап всего двух машин из этой кучи мусора будет недостаточным для целого обновления, для обновления 10.9. Поэтому они решили апнуть 5 машин из этого топа, и слава богу, что они решили апнуть 5 машин, потому что некоторым машинам, которые были ниже в списке, как раз таки на третьем, на четвертом месте, им однозначно требовался нефиговенький такой ап. Поэтому разработчики, за это вам огромный респект, за это я вас благодарю, потому что этим машинам действительно нужно было дать вторую жизнь. А теперь давайте разбираться, так ли хорошо апы отразятся на этой технике, мы конечно не можем на данный момент покатать на этой технике, но мы можем обсудить, как эти апы скажутся на этой технике. Значит, касательно ФЦМ, цитирую разработчиков, попадает в противников этот парень редко, помогаем стать лучше в этом аспекте и докидываем брони в ВЛД, так он будет жить дольше. Так вот, ему улучшили время сведения, уменьшили разброс и к тому же добавили УВН. За УВНы огромный респект, потому что, учитывая, что ФЦМ это француз, французы повально обладают 10 градусами УВНов, ну почти все, но не все, безусловно не все. Вот, то, что у ФЦМ появились эти 10 градусов, теперь делает его на 3 головы выше, чем АМХ-CDC. Раньше CDC выделялся, у него были УВНчики, у него была скорость, он платил за это всего лишь картонностью своей, жуткой картонностью. Так вот, ФЦМу сначала подняли ДПМ до уровня АМХ-CDC, а теперь еще и дали 10 градусов УВН. То есть АМХ-CDC, как машинка, умер, потому что он такой же сарай, только картонный. ФЦМ тоже является сараем, и ФЦМу вот эти все финтиплюшки с пушкой, они как бы помогут, конечно, потому что выцеливать станет проще, не нужно будет так долго высовываться там, смотреть на противника, то есть быстрее будете выдавать свои снаряды, может это поможет даже настреливать побольше. Но в целом это не сильно скажется на машинке, чуть-чуть, чуть-чуть лучше станет на нем отыгрывать, но не кардинально лучше. А вот УВНчики, УВНчики обязательно помогут, потому что с помощью УВНов вы можете высовываться от препятствий, брони в башне у него не то, что прям супер много, но она какая-то есть. То есть потанковать чисто теоретически он сможет, учитывая, что у него 10 градусов. Так что теперь эта машинка стала более универсальной и будет лучше отыгрываться на любой рельефной местности. И еще один ап там есть, броня ВЛД увеличена до 125 мм. Но тут, конечно, разработчики поскупились, будем честны, 5 мм они докинули. Было 120, станет 125. Да, безусловно, это скажется на бронировании танка. Он начнет танковать лучше, но не настолько лучше, насколько бы нам хотелось. Все-таки 5 мм это капля. Тем более, когда там разница 120 и 125. Ладно бы у него было 30 мм и стало бы 35. Вот это была бы разница, потому что 5 мм здесь это в процентном соотношении было бы круто. А 5 мм для 120 мм это нифига не круто. Тут нужно было накинуть, ну, добрых 15 мм. То есть довести ВЛД до состояния 135 мм. И вот тогда он бы мог спокойненько танковать этим ВЛД при малейших доворотах. А учитывая, что борт у него тоже достаточно крепкий, там, насколько я помню, 80 мм. Я вот сейчас не посмотрел, но вроде как 80 мм. То этот танк реально стал бы броней. То есть ФЦМ приобрел бы статус, ну, такой. Ну, не то чтобы имбы, но он бы был, по крайней мере, играбельной, добротной машинкой. Хорошей машинкой, которую можно было бы смело выкатывать в рандом. Учитывая эти апы, он станет более играбельным. Безусловно, это поможет ему отыгрывать проще в рандоме. И в целом, если разработчики хотели довести ФЦМа до играбельного состояния, у них это определенно получилось. Я бы даже сказал, что он и так был играбельный, а они просто сделали его еще более играбельным. Поэтому они не то чтобы его сильно улучшили, они просто дали ему дополнительные возможности для реализации. И это славно, на ФЦМе это безусловно отразится, и процентик побед чуть-чуть, но подрастет. Но чуть-чуть. То есть ФЦМ просто станет чуточку лучше. Идем дальше. Следующий танк, который они решили апнуть, это ЛЕКПЗ М41-90. Что же они сделают с ЛЕКПЗ? Опять-таки, цитирую разработчика. Увеличиваем запас здоровья Чернобуля, чтобы повысить его выживаемость. А еще немного улучшаем фугасы. В некоторых моментах ему явно не хватает их текущего варианта. Вот с Чернобулем разработчики постарались как надо. Мне было жутко интересно, как они хотят апнуть ЛТшку, которая по сути, ну, обладает всеми показателями ЛТшки. С такими стандартными показателями ЛТшки, и что-то улучшать у нее, ну, в общем-то, не представляется возможным. Но разработчики нашли, что можно апнуть у этой ЛТшки. Во-первых, они накинули ему ХП. Увеличили его до 1400. 1400 это знатный показатель для какой-нибудь СТшки. Ему накинули 150 ХП. В целом, это очень хороший апп для этого танка. С учетом того, что у него повысится ХП, повысится и возможность повыживать подольше. Да, это все еще тот же самый картонный Чернобуль, к которому прилетают фугасы только так. Который высоченный, который сложно отыгрывается. Легче он отыгрываться от этого не станет, безусловно. Но это дает возможность пожить чуть-чуть подольше. Хотя бы чуть-чуть подольше. Иногда вот этих 150 ХП как раз-таки вам и не хватает. Плюс вы там еще оборудование поставите. То есть 1500 ХП у него точно будет. Я считаю, что это достойно, и за это респект разработчиков. Дальше они ему улучшили, не поверить, фугасы. Фугасы они решили ему улучшить. Увеличили альфу фугасов с 320 до 360. И пробиваемость фугасов увеличили со 102 мм до 110 мм. Вроде как апп тоже несущественный. Но на самом деле это охренеть как существенно. Этими фугасами и так можно было нифигово пробивать. 102 мм это конечно не апогей. Но тем не менее их хватало для того, чтобы пробивать противников. А 110 это уже серьезные такие фугасики. И будут они бить по 360 единиц. Чтобы убедиться в том, что это охренеть как круто. Теперь на фугасах ли КПЗ это самая лучшая ЛТшка на 8 уровне. Будет. То есть круче него на фугасах никого нет. А у него пробитие 110 мм. Он может этими фугасами пользоваться. Главное закатиться сзади. А закатиться сзади для ЛТшки это опять-таки не проблема. Тема. Понятное дело, что если по вам будут стрелять, то это не представится возможным. Да. Но если вы допустим вкатывают ваши команды. И вы закатились за противников. Пока они там переключились на кого-то из ваших союзничков. Да. Пока вы пользуетесь вот этим своим преимуществом скорости. Безусловно вы будете накидывать эти фугасные плюхи. И дабы раскрыть потенциал этих фугасных снарядов. Не нужно быть каким-то семипядей во лбу. Нужно просто адекватно оценивать обстановку. И знать, когда ты можешь закатиться где-нибудь со спиной. Чтобы этими же фугасами и раздавать противникам. Мне хватало и 102 мм. Чтобы хотя бы парой-тройкой фугасов воспользоваться. Мне бы даже хватило просто повышения альфы. Чтобы этот танк заиграл чуть лучше. Но разработчики повысили не только альфу. Но еще и пробитие. А это великолепно. Чисто теоретически теперь можно спокойно отыгрывать на калиброванных снарядах. И там пробития на этих фугасах хватит для того, чтобы пенетрировать большинство противников. То есть там 121 мм получится. Я считаю, что это весьма и весьма достойно. ЛЕКПЗ реально фантастически хорошо апнули. На мой взгляд это самый мощный апп из всей техники, которую мы сегодня разберем. Хорошо. Ну давайте переходить к следующему танку. А следующий кандидат, за которого я прям вот сходу готов благодарить разработчиков, что они его вообще апнули. Это Т-44-100. Цитирую опять разработчик. Этот танк взял от двух парней выше по одной проблеме. Живет он мало, а попадает редко. Подкручиваем здесь и там и получаем вот такой апп. Увеличение количества хп до 1450. Здесь они соточку хп добавили. Скромненько и больше для выживаемости они ничего не накинули. И это меня на самом деле немножко разочаровало. Я надеялся на то, что ему повысят броню. Хотя бы чуть-чуть брони нужно было докинуть. Ну там миллиметров 15-20 в легкую можно было бы закинуть для 44-ки. Да, у нас есть 54 первый образец, у которого как бы специализация в броне. И ему брони тоже не хватает на данный момент. 44-ка бы его и перещеголял еще после этого всего. А как вы знаете, 54-ка поплатился всем, что у него было ради этой брони. Но нет, разработчики броню не стали трогать. Броню оставили такой же, какая она есть. С учетом того, что броню не трогали и накинули всего лишь соточку хп, я считаю, что этого будет маловато для выживаемости. Нужно было дать нечто большее. Но хорошо, разработчики сказали, что они еще и апнут пушку. Попадает, мол, редкая, теперь попадать будет и чаще. И разработчики действительно апнули ему пушку. Время сведения снижено до 4,2 секунды. Время перезарядки снижено до 7,67 секунды. И плюс ему дали увенчики. Увенчики увеличили спереди до 6 градусов. Это увены вниз. По бортам до 9 градусов. И сзади сделали, точнее оставили те же самые 5 градусов, которые у него на данный момент есть. Итак, сначала про сведение и время перезарядки. Время перезарядки дарует нам какой-то более или менее вменяемый ДПМ. Потому что на данный момент у аппарата 2216 единиц ДПМ. Это при установленном оборудовании. Учитывая, что у него перезарядка была 7,58, а теперь она будет начинаться с 7,67, я уж не стал считать какой ДПМ получится. Но скорее всего он подрастет на соточку. То есть 2,300 ДПМа у нас будет. Ну, такое средненькое тоже что-то, ни рыбы, ни мяса. Могли бы сделать больше ДПМа. Могли бы сделать там 2,400 ДПМа. Учитывая, что они оставляют его таким картонным. Потому что танковать 44-100 патологически не умеет. То, что время сведения снизили до 4,2 секунды. Ну, это тоже хрень какая-то. Потому что это не какой-то феноменальный показатель. 4,2 секунды это показатель практически тяжей. Ну, не всех, конечно, но все равно. Это достаточно долго. Ради 280 альфы сводиться миллион лет. Ну, такое себе. И здесь, конечно, разработчики не дотянули. А чего они еще не сделали, так это не апнули ему пробитие. У него как было 180 миллиметров, которых ему в ноут никак не хватало для того, чтобы пробивать противника. Они так и оставили ему эти жалкие 180 миллиметров. Ему нужно было однозначно подтянуть пробитие хотя бы до 190 миллиметров. Чтобы это было, ну, хоть как-то играбельно. Потому что, когда вы встречаете какую-то бронированную технику, вы ее пробить никак не можете. Например, я сражался с Е-75, да, это танк на уровень выше, да, это супер бронированный танк. Но его, кумбашинку, я не мог пробить, я ее не видел. А ВЛД, НЛД для меня просто неприступная крепость. Там хоть на Галде, хоть на чем, без разницы. С калиброванными снарядами, вообще без разницы. Он может прямо на вас смотреть и, скорее всего, вы его не пробьете. Ну, тут я, может, лукавлю немножко, но все равно этот танк практически не пробивается. Так что разработчикам, конечно, нужно было постараться с 44-кой чуть больше. А вот то, что они ему венчики изменили, это, конечно, охренеть не ставит. Тут я был удивлен максимально. 9 градусов на борт, это очень круто. Потому что этот танк частенько оказывается в таких ситуациях, когда ему нужно именно пушку склонить, где-то в борту. Часто вы приезжаете на какой-то фланг, выкатываетесь передочком так, чтобы немножко там что-то рикошетнуло. И получается, что пушка у вас смотрит именно на борт. А тут ей дают 9 градусов УВН. Это охренительно, просто супер. Это точно позволит 44-ке давать больше настрел или делать больше каких-то хороших возможностей для союзников, для настреливания, нежели у него есть на данный момент. Даже если бы разработчики апнули ему УВН-чики чисто до 6 градусов, это уже было бы неплохо. Но 9 градусов, это охренеть не встать. Это вот реально супер круто. Таких СТ-шек на 8 уровне, насколько я знаю, вроде как не существует. Есть у нас там один пример, не совсем понятного танка с УВН-чиками. Как раз его недавно ввели, Кампанзер, там, ПР-68, по-моему, называется. У него там с УВН-ами приколюхи есть. Но здесь эти приколюхи, это прям что-то с чем-то. У нас есть тоже один аппарат, который обладает странными УВН-ами. Это Титан 54Д. Если вы играли на Титане, там в ТТХ у него указано 7 градусов УВН, что не является правдой. На самом деле у него 5 градусов УВН именно спереди. А вот когда вы на борт наводите пушку, там у него 7 градусов появляются. Здесь же у нас будет 6 градусов спереди и 9 сбоку. И вот эти 9 градусов, они точно покажут себя. 100%. Вот как пить дать, вы это почувствуете. Вы будете этим пользоваться. Теперь на 44-ке хотя бы от этих УВН-чиков можно будет как-то отыгрывать. Но это всего лишь одна сторона миндаля. С другой стороны, опять-таки, танк прям уж серьезно сильнее не стал. Он стал интересней. Он будет, вернее, интересней. Он будет более играбельным. Но он так и не найдет какой-то славы нагибатора, какой-то славы отличного танка. Нет, безусловно нет. Он все еще будет на дне, потому что особо ему ничего не дали. Даже вот этот маленький апдпм, он не скажется настолько позитивно на этом танке, чтобы он вдруг резко заиграл. Но я рад, что его апнули. Очень рад, что его апнули. И теперь на нем будет мне играть приятно. Идем дальше. Следующий танк, который разработчики решили подапнуть, это ИС-2Ш. Ну, цитирую разработчиков. Помогаем увереннее попадать в противников и даем чуть больше скорости при движении назад. Плюс брони. Теперь на этой машинке играть от борта станет проще. Значит, что разработчики под этим подразумевают? Они увеличили максимальную скорость при движении назад. До 15 км в час. Это прекрасно. Я всегда говорил, что скорость назад это ключевой показатель, особенно для каких-то высокоальфовых машин. То есть выкатился, дал плюху и быстренько закатился. После того, как ты засветишься. Но это актуально в основном, конечно же, для ПТ. Ну, для ИС-2 это просто станет небольшим подспорьем, для того, чтобы он получал по себе меньше урона. Просто вы сможете быстрее уехать в случае какой-либо опасности. Либо, если вы, допустим, отстрелялись, и вам просто нужно спрятаться за какое-то укрытие. Хорошо это? Да, безусловно, хорошо. Тянет ли это на имбовое какое-то улучшение? Нет, не думаю. Окей, окей. Также разработчики уменьшили разброс до 0,393 метра. Ну, по факту это копейки. По факту это копейки. Пушка сильно точнее от этого не станет. Время сведения, кстати, тоже снизили до 5,4 секунды. Опять-таки, это не скажется на танке прям кардинально хорошо. Он не станет каким-то суперточным. У него все равно будет охренительный круг разброса. Все равно снаряды будут лететь куда захотят. Советские вертуханы тоже никуда не денутся. Короче, все прелести советских и соподобных машин, пускай и соподобная машина особенная, задней башни, все равно они у этого танка остаются. Поэтому даже не думайте, даже не думайте, что он станет точнее. Это все просто какие-то маленькие-маленькие изменения, которые никак не отразятся на реальном геймплее. Ну, вернее как, ладно, хорошо, они чуть-чуть отразятся, но вы этого не почувствуете. Вы будете играть на нем точно так же, как играли до этого. И последнее, что разработчики написали, они увеличивают бронирование корпуса в ходовой части до 75 мм. Если что, там было 60 мм. Но тут они, конечно, не поскупились, добавили 15 мм, и 15 мм для борта это дохренище. Бортом он танковать, конечно же, будет, но опять, это ситуативно. Учитывая, что у него заднее расположение башни, конечно, борта это прям основная часть, которую он, в общем-то, все это дело танковать должен. Но я думаю, тут проблема кроется не в броне. Не в броне бортов, скажем так, у этого танка проблема. Проблема, реальная проблема, это точность. Точность они немножко подапнули. И это броня, которая находится спереди. Вот переднюю броню, мне кажется, нужно было немножечко все-таки подлатать. Там есть места, которые фугасами, фугасами простреливаются на фулку. Прямо в лобовой части. Там есть пара триплексов, которые спокойненько фугасами простреливаются. Поэтому, конечно же, мне жалко, что танк апнули настолько нищебродские. По мне, эти все апы не сильно скажутся на этом танке, и играть он лучше не станет. Он как был куском говна, так этим куском говна и останется. Чуть-чуть лучше от борта будет отыгрывать. Но у нас есть, допустим, тот же Chrysler, который великолепно отыгрывается от углов зданий. Мне кажется, он будет поинтереснее, повеселее, получше. А вот этот из 2Ш, он просто останется одним из подобных машин. И про него все забудут в тот же день, когда обнова наступит. Они покатаются, там две-три карточки, и все. Что отложили в долгий ящик, забыли, как страшный сон. Но хорошо. И последний танк, который разработчики апают, это ИСУ-130. Этот парень чувствует себя достаточно хорошо. Хорошо по сравнению с предшественниками. Добавляем УВН, помогаем снарядам долетать быстрее, и улучшаем скорость при движении назад. Помните, я вам сказал, что движение назад, это актуально для ПТ. И вот, ИСУ-130 как раз таки даровали эту скорость движения назад. Это как раз таки очень хорошо отразится на танке. Ему сделали скорость движения назад 16 км в час. У него до этого было 12 км в час. И 16 с 12 это действительно весомая разница. Поэтому теперь на ИСУ-6 будет чуть проще закатываться после выстрела. Также увеличили скорость полета снарядов. Я поиграл на ИСУ-6 специально, и действительно скорости полета снарядов не хватает. То есть снаряды летят достаточно медленно. Нужно брать большое упреждение, чтобы попадать. Из-за этого кажется, что аппарат косой. Но на самом деле по сведению по разбросу у него все более или менее нормально. То есть свестись можно, разброс не очень высокий. Попадать по противникам должно быть легко. Но вот скорости полета снарядов для того, чтобы закинуть по кому-то, по какой-то цели, которая находится вдалеке, ее как раз не хватает. Поэтому я рад такому изменению. Ну и увеличены углы вертикальной наводки вниз до 8 градусов. Вот это фантастика. Если бы ему еще угенчиков накинули, вот это была бы двойная фантастика. Но из-за УВН и спасибо. У него до этого было 6 градусов, а теперь станет 8. Но опять-таки, если вы думаете, что это прям сильно скажется на танке, нет, сильно не скажется. Он все еще картонный. Слишком картонный, чтобы играть от каких-то там углов. Но то, что у него появилась возможность отыгрывать от какого-то рельефа, от более такого, менее существенного рельефа, это, конечно, прекрасно. Потому что стоять тупо и получать, или выкатываться тупо и получать, это не профиль данной ПТ. Ей нужно играть только в крысу, и только когда союзники какие-то напали на противников, и вы видите возможность пострелять по этим противникам. Очень тяжело, когда вы сами пытаетесь кого-то там наказать, кого-то там поймать, кого-то там уничтожить. В общем, для этого танка разработчики тоже постарались и сделали ему достаточно приятные апы. Однако, в рамке какого-то имбового аппарата его действительно тоже не сместили. То есть, из всех апов только один, мне кажется, действительно годный. Это ап Ле КПЗ. У Ле КПЗ действительно шикарнейший ап. Остальные танки просто стали чуточку лучше, но не стали ни имбами, ни даже некоторые танки можно возвести в разряд хороших танков. Просто стали чуть-чуть сильнее. Чуть-чуть сильнее. Нужны еще будут апы, я уверен, что они будут нужны. Но начнем с малого, начнем хотя бы с таких апов. Этого уже более или менее достаточно, для того, чтобы начать реализовываться на этих машинках. Ну и, пожалуй, на этом мы, наверное, остановимся. А вам советую подписаться на канал, поставить лайк под этим видео, потому что мы, опять-таки, прошлись по всем апам техники. Я, может быть, когда выйдет это обновление, покатаюсь на этой технике и сделаю еще один видос, уже опробовав то, что дается этой технике. Вот сейчас я покатался на этой технике, ну, специально для того, чтобы в ролик вставить видосы с геймплеем на этих аппаратах. Я почувствовал боль, боль от игры на этих аппаратах. Умирал достаточно часто, даже при записи вот этих реплеев. Но танки что-то могут. Если они что-то смогут сделать еще лучше после того, как пройдет обновление, это будет прекрасно. И мы об этом, наверное, даже с вами поговорим. А может и не поговорим, кто его знает. Но вы в любом случае подписывайтесь и ожидайте будущих роликов. Спасибо, что досмотрели данное видео до самого конца. Всем пока!